22-го числа утром уже ворота были закрыты и никого на работу не выпустили, никого. Нашли снова, как вы знаете, гицели, вот эти, что ловили собак, из дома дом, заходили, в доме было по 10, по 12 человек. На площадь, на площадь, идем, ну что делать? Куда ты берешь? Удерешься, не удерешься, никуда. Заехали две машины немецкие, пришла команда немцев, пьяных в доску. И начали командовать, отбирать одних к машинам, а остальных оставить. По какому признаку они отбирали? Вот это мы и не знали. И молодых брали, и стариков. Мужчин, женщин? Мужчин и женщин. Она попала к машинам. И мать моя попала к машинам. А я остался там. Но у меня же был этот документ, я подошел к этому немцу. И говорю, дай мне жену и маму. Он что-то посмотрел на меня, пьяный мордор. Где она? Я подошел, ее взял за руку. И тут же маму хотел взять. Ее он пропустил ко мне. А к маме он взял и думал, что я убежал на месте. Я ее отпустил. Их посадили на машину. Папу тоже? Что? Папу тоже? Нет. Папа не был. Папа был на работе. Их отправили в концентрационный лагерь Якушинец. Вошли километрах от Винницы. Там расширяли дорогу Винница-Каменец-Подольский. Из Винницы две дороги шли на Каменец-Подольский. Через Летишев, Раскуров. И через бар Ялтушков. И Новую Ушицу. Там Миньковцы, Дунаевцы и Каменец-Подольский. Они дали на работу. Стариков они не взяли. Они оставили. Там попала мама и ее сестра, тетя моя. И взять сестры. И из бара забрали туда наших родственников. Их оставили в один день. Погнали их в Винчинский лес и расстреляли. Продолжение следует...